Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, замечательные харьковчане, а также гости. Если такие есть, я всех приветствую сегодня. И я благодарю тех, кто собрался сегодня в этом зале в понедельник, 1 февраля 2016 года, в этот будний день. Тем не менее, вы нашли время посетить теоретические семинар, посвященные теории поля. Но видишь, что нам очень повезло, потому что сегодня мы сможем послушать Аллу Паверинова. Она приехала из Одессы. Я сейчас представлю, перечислю ее регалии, наверное, и на все. Здравствуйте. Алла первый раз в Харькове, спустя долгое время, как мы выяснили. Первый раз, так говорите, у нас с харьковским сообществом. Первый раз, да, будет такое знакомство именно с харьковским гештальдсообществом. Я надеюсь, что мы проведем это время и с интересом, и с удовольствием. Вот, ну, сначала Алла, да. Алла Паверинова, клинический психолог, гештальтерапевт, ведущий тренер и президент украинского сообщества, общества практикующих психологов «Гештальтподход» и ведущий тренер обучающих программ Московского гештальтинститута. Сегодня у нас будет две части. Первая часть – это будет лекция, после которой, ну, около 50 минут Алла обещает долго не утомлять наш интеллект. Он не выдерживает больше. У кого как, у кого и этого не выдерживает. Кто-то говорит, что 20 минут и все. Все, да. Потом будет маленький перерыв, у нас будет возможность что-то попить, пообщаться. А дальше, в следующей части, она будет интерактивной, живой, и Алла расскажет о возможностях и вариантах ее провести, ну, как-то так, как нам это захочется. Ну что ж, еще раз. Здравствуйте, Харьков. Здравствуйте. Я уже тут четвертый день, поэтому у меня уже в зале много знакомых лиц, и это очень приятно. Ну и вообще мне приятно как-то познакомиться ближе с Харьковским сообществом. Когда мы с Олей задевались с этим семинаром, Оля задавала вопрос, ну, про что бы мне хотелось почитать, какую тему выбрать. И я так думала какое-то время, на чем остановиться, и выбрала вот эту вот волшебную тему теория поля, волшебную кавычку, да, потому что, по моему достаточно большому опыту работы с учебными проектами разного уровня, знаю, что почему-то она дается очень тяжело. Дается она очень тяжело, мы ее наделяем всем, чем только можно. Чаще всего теория поля начинает обрастать какими-то, знаете, такими мистическими подробностями, и отсюда начинают появляться выражения из серии. Я спросила поля, поля мне ответила, поля мне послала, я с полем в отношениях. И, в общем, в результате всех этих прекрасных выражений складывается впечатление, что поле – это что-то такое, во-первых, одушевленное, во-вторых, наделенное всеми знаниями мира, всеми возможностями, очень божественное. И, понятное дело, в этом месте идет большая ошибка со всей остальной теорией герстаттерапии, и такой некий происходит провал. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня с вами поразбирались, что это на самом деле такое, и мне очень хочется верить, что в результате этого нашего разговора с вами вы поймете, что на самом деле ничего такого сложного в том, что включено в это понятие, нет. Что вы это неплохо знаете, учаясь вообще в программах базовых, да, и какие-то понятия, которыми мы апеллируем, к которым вы обращаетесь, когда вы работаете как психотерапевт, или когда вы как клиенты проходите свою терапию, вам уже хорошо знакомы. Ну, смотрите, давайте для начала, вот мне интересно, конечно, всегда люблю с аудиторией знакомиться в этом смысле, и давайте так, я понимаю, что большинство это люди уже связаны, повязаны своим интересом в герстаттерапии, но наверняка в зале есть люди, которые еще пока не охвачены. Есть ли у нас люди, которые не учатся в программе? Раз рука, два рука, о, достаточно большое количество, это прекрасно. Я почему спрашиваю, я постараюсь тогда, ну, учитывать, да, что у нас есть люди, которые уже чего-то знают про теорию герстаттерапии, и которые с ней знакомятся, ну, чтобы это было достаточно так понятно для всех. Ну, давайте для начала вообще с вами вспомним, ну, такие, что ли, азы, да, азы, хилософии герстаттерапии герстаттерапии, как и любая другая психотерапия, ну, как говорится, родом выходила из анализа, потому что само явление психотерапии, да, оно, собственно говоря, было создано Фрейдом, и, в общем, ну, послужило таким началом такого направления, как психоаналитическая терапия, и все остальные направления уже, как такие ветки, вырастали из этого корня. И, ну, для того, чтобы понять, чем особенно наша веточка, и, кстати, мы поговорим с вами о том, почему, на мой взгляд, все-таки, когда психотерапевт начинает работать, ему бы хорошо для себя создать свою точку сборки теоретической, и понять, он больше аналитически ориентированный терапевт или феноменологический полевой, да, терапевт. Потому что в какой-то момент есть какие-то вещи, которые совпадают, а в какой-то момент различия оказываются достаточно существенными. И не с точки зрения даже того, что мы делаем, а с точки зрения того, как мы мыслим и как мы видим процесс, в котором мы находимся. Ну, вот давайте вспомним такие, я думаю, для многих хорошо известные базовые понятия, которые легли в основу этой новой веточки, этого нового направления кишотерапии. Ну, во-первых, понятное дело, как нас узнают все люди, да, по двум понятиям, я всегда веселюсь в этом месте, по принципу здесь и сейчас, которые только сейчас ленивый не используют в том или ином виде, да, и еще долгое время, сейчас уже, слава богу, попустило, да, а еще долгое время гештартисты ассоциировались с горячим стулом, и по поводу горячего стула было тоже очень много всяких фантазий, что бы это могло быть. Да, вот сейчас с горячим стулом как-то попустило, а принцип здесь и сейчас, в общем, ну, такой нашей визитной карточкой остается. И иногда, вы тоже, знаете, ну, используется очень смешным таким образом. Ну, что здесь и сейчас, это прямо вот такая секунда, вот, да, вот такая секунда, которую я сейчас могу словить. И если бы мы опирались на этот принцип, то, это как раз очень созвучно, некоторые в зале меня поймут, я бы все время была сконцентрирована только на одном, что сейчас переживает моя попа. То есть удобно ей, неудобно, да, то есть, в общем, собственно говоря, мягенько, тверденько, да, в общем, удобненько ли я сижу, потому что, ну, если уж мы прямо берем мгновение, то тогда на первый план у нас всегда выходят, конечно же, прежде всего, интересные ощущения, и все остальное, да, просто автоматически уходит в фон. Конечно, когда мы имеем, ну, с вами произносим это понятие здесь и сейчас, или, иначе говоря, принцип актуальности, это не имеется в виду секунда или минута. Это имеется в виду некое осознавание моей актуальности в какой-то сейчас конкретный, но фрагмент моей жизни. И, как вы понимаете, да, туда может попадать очень много чего, потому что в этом моменте, да, я ощущаю свое тело, я что-то чувствую, я на кого-то смотрю, я с кем-то нахожусь в контакте, я что-то делаю, я что-то вспоминаю про то, что со мной уже было, я фантазирую о том, что со мной может случиться. И все это, да, включено, вот все это я в этот момент времени. Следующий, и вот этот принцип актуальности, он напрямую связан со следующим таким базовым понятием, которое мы хорошо знаем с вами, ну, слышали во всяком случае. Это принцип хоризма, иными словами, что мы не разделяем психический мир, да, человека, ну, и вообще мир человека, восприятие человека на составляющие. Ну, потому что мне правда кажется, что это какая-то странная история такая, отдельно, например, работать или видеть только телесные проявления человека напротив. Потому что мы не отделяем, хотя, ну, вот я часто люблю приводить этот пример относительно тела, да, что, конечно, мы обходимся с ним плохо, да, плохо, потому что в нашей культуре очень много табу было связано именно с телом, с телесными проявлениями, и даже в нашем языке тело отделено от нас. Мы говорим, что мое тело, да, что подразумевает, что где-то есть я, и я таскаю за собой на веревочке свое вот это несчастное тело, и что-нибудь с ним делаю, да, там, лечу его, да, украшаю, там, тренирую, значит, у меня какие-то претензии к нему, знаете, как собачку на поводочке, чтобы она хорошо выглядела, стрижку ее сделать красивую, да, ну, в общем. Но наше тело — это и есть мы, да, и в мое «я» входит мое телесное ощущение, и вы знаете уже прекрасно, что тело нам сильно мстит, если мы, ну, начинаем с ним обращаться вот так на поводочке. Оно начинает лидировать в нашей жизни, если мы про него долго забываем. Оно сильно о себе напоминает. И, в общем-то, как раз вот этому аспекту посвящена большая такая область психотерапии в целом, о гештальтерапии, в том числе, это работа с психосоматическими проектами. Да, если вы с этим соприкасались, вы знаете, что месть тела бывает очень интенсивной. Точно так же невозможно отделить эмоциональную сферу. И, знаете, тоже вторая визитная карточка про гештальтерапию — это то, что гештальтерапевт отличается от других терапевтов тем, что он все время задает вопрос, что ты сейчас чувствуешь. Ну, в общем, про этот вопрос отдельно можно разговаривать, да, это такая интересная штука. Но у нас, ну, одну вещь скажу, которая меня так прикалывает в последнее время, что нам кажется, что когда мы задаем вопрос, что ты сейчас чувствуешь, да, мы обращаемся к эмоциональной сфере человека. Но если мы немножко с вами задержимся вместе, в этом месте, мы поймем, что это сильно не так. Потому что если я задаю вопрос, что ты сейчас чувствуешь, я обращаюсь как раз к мыслительной деятельности человека напротив. В этот момент, как правило, он перестает чувствовать. Знаете, это вот смешные такие сессии иногда бывают на интенсивах, их можно увидеть. Когда у клиента первая какая-нибудь слезинка появилась, да, и что-то с ним начало происходить, испуганный терапевт тут же спрашивает, что ты сейчас чувствуешь. И клиент прямо на глазах меняется. Слезинка всасывается, он так входит в себя, да, тоже вспоминает про салфеточки, да, собственно говоря, приводит себя быстренько в какой-то такой надлежащий вид и начинает судорожно вспоминать, как это называется, то, что с ним вот пару минут назад происходило. И, как вы понимаете, мы этим вопросом добиваемся прямо противоположного результата, вроде желая поддержать, да, эмоциональный процесс, мы его останавливаем. Поэтому вот как раз, ну, тоже такое красивое доказательство того, что отдельно, например, отделить эмоциональную сферу, да, от всего я в целом, всего селф в целом, да, вы помните, что мы в кейшталитерапии, ну, вот, описывая, ну, некоторую личность, некоторое, вот это моё я, да, через понятие селф. Вот, невозможно отделить, ну, отделить, допустим, эмоциональную составляющую. Точно так же, как бы мы ни тренировали свой мозг, мы его любим тренировать, это почётно в нашей культуре, чтобы мозги были натренированы, да. Ну, во всяком случае, этому уделяется внимание. В нашей культуре бывает по-разному, я думаю, в некоторых её частях это почётно, в некоторых даже зазорно это, может быть, даже обзываловка, если мозги сильно натренированы, там, да, про ботанов и так далее, понимаете. Но в любом случае, это у нас оказывается в фокусе очень, и мы тоже пытаемся жить часто. Это, к сожалению, наверное, основная причина, с которой человек приходит потом в психотерапию, такими, знаете, такая голова на ножках. Такая большая-большая голова, которая прям про всё знает. Чё чувствую, что мне надо, что не надо, чё я хочу, чё я должен хотеть, не должен хотеть. В общем, всякие вот эти вещи, они вот в этой коробочке складируются, и главное её ещё переносить куда-то. Ну, и рот у неё есть, чтобы есть, да, и выдавать вот эти вот прекрасные знания. Это беда, да, мы, к сожалению, культурально разделили себя, да, на вот эти части, и, к сожалению, пытаемся вот этими кусочками иногда взаимодействовать. Так вот, основной принцип, один из основных принципов гюджеттерапии, это принцип хоризма, когда это всё неотделимо. Я не могу одно отделить от другого. Более того, эти все процессы очень взаимосвязаны, одно порождает другое бесконечно. Следующий принцип, который тоже, я надеюсь, многим из вас уже известен, это принцип динамичности или процессуальности. Это принцип, связанный с тем, что вообще-то в этом мире ничего нет статичного. Ничего. Я не буду, потому что теория боли отдаётся, например, сложно. Я сейчас не буду вас грузить физикой, потому что у некоторых людей складывается впечатление, что если можно постичь теорию боли, то во всех её аспектах, а аспектов очень много. Но всё-таки напомню вам вот такую молекулярную природу всего, что составляет то, что мы называем нашей реальностью. И уже сам этот принцип говорит о том, что статика не предусматривается. Даже то, что мы воспринимаем как очень статичные вещи, вот я сижу на этом стуле и кажется, ну что с ним может произойти? Но вместе с тем мы с вами понимаем, что весь парадокс заключается в том, что даже в этом таком бездушном предмете всё равно происходит некоторое движение. А вот что говорить про наш мир, да? Потому что, кстати, здесь мы даже сейчас попробуем с вами вспомнить, как устроен наш организм, биологически устроен. В нём непрестанно что-то движется, что-то работает, что-то делает, сердечко бьётся, кровь гоняет, мы дышим, метаболические процессы происходят, и это не останавливается ни на одну секунду. Поэтому, когда нам кажется, что... Ну, когда мы говорим, хорошо бы остановиться, да? Хорошо бы остановиться. Это очень относительное понятие, потому что даже когда нам кажется, что мы сейчас вступаем, да, в такую шоковую ситуацию, что мы смотрим в одну точку, мы замерли, мы перестали чувствовать своё тело, да, мы замерли в каком-то одном переживании, наше тело продолжает жить бурной жизнью. И поэтому, когда всё так динамично внутри нас, и когда всё так динамично вокруг нас, то, понятное дело, идея описания организации человеческой природы через статические понятия кажется немножко странной. Но тогда мы пытаемся закрепить что-то, и это упрощает нашу жизнь. Я сразу буду, ну, оговариваться, что моя лекция — это, не знаете, ни борьба с линейным мышлением, мы дальше поговорим, что это такое. Но это хотя бы такая попытка предложить вам смотреть на процессы ещё с какой-то другой точки, не только с этой привычной, которой мы очень, ну, которой мы воспитываем, что всего есть причинно-следственная связь. «А» порождает «Б», «Б» порождает «С» и так далее. Вот на то, чтобы родилось «Б», влияет на самом деле, если мы будем смотреть вот с такой динамической точки зрения, очень много чего, кроме «А». «А» там присутствует, но одного «А» недостаточно, чтобы появилось «Б». Вот такой принцип, который вот сложно иногда нам даётся, потому что нас так воспитывают, да, что всё идёт последовательно. В прекрасные советские времена даже жизнь человека была очень последовательна, потому что было понятно, на какие шаги, да, она разделена. То есть ты родился, тебя на каком-то этапе отдали в детский садик, после детского садика ты пошёл в школу, после школы ты получил какую-то профессию или выучился где-то и пошёл работать. У тебя зарплата два раза в месяц, ну, зарплата и аванс, такое было понятие, да, там, по-моему, 14 и 28, как сейчас помню, да. Вот. Все люди знали, там пищевой инстинкт просыпался как раз к 14, ну, то есть понимали, что можно начинать хотеть, да, собственно говоря. Вот. И, в общем, дальше мы тоже понимали приблизительно потолок, куда можно двигаться. Мысли о том, что можно двигаться в какие-то ещё стороны вызывало у большинства людей ужас, да, в общем, надо двигаться. Вот есть колея, да, и, в общем, все по ней ходят, и нефиг выпендриваться, да, в общем, это идея. И там в конце ждёт пенсия, вот, ну, и ещё дальше, понятное дело, да, в общем, красивые похороны. И поэтому, чему удивляться, да, ну, целые такие поколения, они, ну, мыслили таким образом. Поэтому вот этот принцип того, что ну, нифига, да, никогда у нас нет одной возможности, их всегда очень много, мы их просто не видим. И они прямо присутствуют все, да. Даже сейчас у нас, вот, вроде мы собрались, да, на семинар, и вроде, там, Оля сказал, что сейчас будет лекционная часть. Ну, по большому счёту, по большому счёту, ведь никому здесь присутствующему в зале ничего не мешает встать, например, не знаю, зайти ко мне сюда, вот, где я сижу, и начать танцевать. Это без всяких сомнений изменит это пространство. И без всяких сомнений тональность происходящего, да, ваше внимание, ну, переключиться. Это, конечно, вызовет у нас некоторые эмоции. Это без всякого сомнения вызовет некоторые эмоции у человека, который вышел. Вот. Но это возможно. Это уже второе. Да, это действие поменяет наше пространство, но оно возможно. Поэтому вот эта динамичность, да, соответственно, привела к тому, что теория личности, она у нас тоже носит динамический характер, да, и скорее описывается не какими-то четко оформленными частями, а описывается некоторыми процессами, которые есть внутри нас. Если говорить о... Ну, и вот здесь, да, всплывает следующее понятие, которое тоже, ну, такое базовое, это то, что мы бесконечно опираемся на такое явление, как фигура-фон. И, заметьте, я не говорю фигура-фон, хотя часто оно попадает именно так, да, в наши головы. Нет, это неразделимо. Это как у Бубера, помните, вот кто знаком, там, допустим, с работами Бубера, да, есть понятие «я-ты» отношения. Ну, и как, мы упрощаем для себя, что в смысле это «я и ты», да, и «я-я-на». А вот в Буберовской концепции это не было разделено на «я и ты». Это подразумевалось, что это постоянный процесс «я-ты». Ну, когда мы приближаемся к человеку, настолько и устанавливается вот этот контакт. Мы становимся, мы создаем некоторое уникальное, да, но только свойственное нашему вот этому контакту пространство. И в этот момент я точно становлюсь такой только потому, что есть это «ты». Ну, вот если мы создали, да, эту пару с другим, то мы друг на друга очень влияем, и каждый из нас обретает какие-то черты, только характерные для этого контакты. И тогда смотрите, ну, вот это очень интересная такая вещь с точки зрения и психотерапии в том числе. Ну, наверняка у вас есть опыт такой, что одно и то же историю или одно и то же переживание. Если вы рассказываете разным терапевтам, из этого получаются какие-то разные совершенно работы, да, разные вообще ваши открытия вы делаете. А история базовая вроде одна и то, та же. Да, не знаю. Я и мама любимая история, без которой не годы от этого. Ну, и смотрите, вот этим я и мама, да, там, с разными людьми говорите, и совсем разные истории получаются. Поэтому вот понятие фигура-фор, оно устроено таким же образом. Нет отдельной фигуры и нет отдельно фора. Когда, собственно говоря, создавалась теория Куртом-Девинным, да, разрабатывалась эта идея теории поля, а само это понятие пришло к нам, ну, собственно, даже не Куртом-Девинным, оно, конечно, разрабатывалось, прямо скажем, да, понятие это появилось раньше, но Курт-Девин применил его и к психологии, и к некоторой, да, области человеческой психики. И, собственно, основная идея, которая была заложена там, что вот в этом, ну, таком, постоянно движущемся, перемешанном полевом процессе есть два выделенных, ну, две выделенных зоны. Зона разнообразных внутренних импульсов и зона разнообразных внешних импульсов. Вот понятна эта мысль, да? И, в общем, то, что мы называем осознаванием себя или как мы вообще определяем, что мы это мы, что мы живем и где мы, это через постоянное взаимодействие, да, вот этих импульсов, их очень много, они не устроены таким образом. Внутри меня один импульс и снаружи один импульс. Как вы понимаете, они влияют друг на друга, вот так же, как я описала, да, я-ты процесс. То есть нам кажется иногда, ну, вот смотрите, простой пример, чтобы было понятно. Нам кажется, что мы очень любим медицину, к примеру, вот заканчивая школу. И мы решаем для себя, что, конечно, нет никакого другого пути, как поступать, в общем, в какой-нибудь медицинский вуз, потому что очень же нам этого хочется. И мы прям даже уверены в какой-то момент, что это наше истинное желание. Но если мы посмотрим шире на эту ситуацию, то мы вдруг обнаружим, что выросли мы в семье потомственных врачей. Где это прекрасное желание прям группа людей у нас формировала. Причем разными такими способами. Ну, рассказывая, что это так прекрасно, что у нас семья врачей. Да, и после этого прекрасно, которое так радует бабушку, например, дедушку, маму с папой. Вы понимаете, что если вы не пойдете по этому пути, ну, то есть если это желание не возникнет у вас, вы очень расстроите этих любимых вам людей. Или, например, какое-нибудь мифотворчество про эту профессию, или какой-нибудь пафос такой. Ну, в общем, много чего может влиять. И дальше мы хорошо обработаны вот этим, значит, хором, близких нам людей. Понимаем очень хорошо, что мы очень хотим поступить в медицинский институт. Вы знаете, чем это заканчивается? Да, мы поступаем в медицинский институт, и уже где-нибудь на втором-третьем курсе думаю, боже мой, что я здесь делаю? Мне все это не нравится. Это, в общем, нам не скучно и неинтересно. И я с такой тоской, например, не знаю, смотрю там на каких-нибудь своих друзей, которые рисуют какие-нибудь картины, да, или делаю что-нибудь такое. Но я же потомственный врач. Когда-то Жан-Мария Равен очень хорошо обозначил, как мы можем себе визуально представить вот это понятие фигура-фон. Он говорил о том, что все, что внутри, это биология, все, что снаружи, это география, а вот то, что посеределки, между двумя этими вещами, вот это и есть психология. И вот по сути дела, да, вот там и рождается то еще одно наше понятие, которое мы часто апеллируем, это понятие границ контакта, потому что оно возникает именно вот в этой тонкой линии, я себе рисовала, сейчас не буду сказать, как это рисовать, потому что представьте себе просто визуально, вот в этой тонкой линии, которая эти два мира соединяет, сшивает, по сути дела, сшивает. А если мы будем представлять себе в целом, да, нашу жизнь, то круг будет широкий, туда будет попадать и одно, и другое, и третье. Вот. Соответственно, ну, исходя из этого понятия фигура-фон, да, можно еще, ну, тут пару слов сказать, это все мостики, да, мостики к тому, о чем дальше мы будем говорить с точки зрения теории поля более подробно. Можно говорить о такой вещи, что до конца все эти процессы не познаваемы. Поэтому, как, ну, одна из причин, почему теория поля так дается тяжело для восприятия, это когда мы ставим себе невозможную задачу, ну, прямо осознать и понять все, да, что происходит. В этом месте, да, добавляется такое понятие тоже из базовых, на которое мы опираемся, как феноменологичность всего происходящего. Иными словами, вы помните, что феномен — это то, что наша психика может распознать, и то, что дается нашей психике для распознания. И мы всегда что-то видим, видим, я кавычу, это не только, я имею в виду, зрительный контакт с чем-то, мы что-то можем воспринимать, да, осознавать, а что-то всегда остается для нас скрыто. И внутри нас, и снаружи. Поэтому попытка, знаете, ну, смешно очень, например, прокину сразу мостик с психотерапией, это очень такая любопытная вещь, ну, такой страх страшный начинающих терапевтов. Когда мне кажется, что они, выходя на работу, например, грубо переходя на работу с клиентом, или, ну, вот, начиная работать с первыми своими клиентами, должны каким-то удивительным, вот тут волшебство опять возвращается к нам, да, волшебным образом, прям все-все-все понять про этого человека, который напротив них. И прямо так универсальным образом почувствовать какую-то самую-самую главную нужду. И самая последняя ужасная вещь, конечно же, тут же немедля эту нужду удовлетворить. Я всегда смеюсь по этому поводу, говорю, что это вот работа и серия, когда хотелось бы, да, что отбросил костыли у клиента, да, и счастливый поскакал, в общем, по жизни, навсегда, причем уже счастливый, да, с вашим образом в голове. Да, вот. Это, конечно, прекрасная картинка, недостижимая никем, и слава, наверное, Богу, да, потому что именно поэтому мы живем в таком многогранном, полном возможности мире. Если бы это было так, ну, знаете, это было бы скучно, очень предсказуемо, и, наверное, мы бы совершенно не развивались. И отсюда, я думаю, ну, наверное, человечество в себе уже очень не сжило, если бы это, в принципе, было возможно, потому что наше развитие, оно всегда, ну, начинается не с тех мест, которые мы познать не можем, с тех мест, к которым мы не приспособлены. И очень много лет занималась, ну, такой вектор моего интереса и профессиональной активности был связан именно с кризисной психологией. И вот люди, которые, ну, знакомы с разными аспектами именно кризисной психологии, знают, что, конечно, когда мы попадаем в тот или иной кризис в своей жизни, это очень болезненная и затратная работа по проживанию этого кризиса. Но если бы мы в них не попадали, то наша личность, знаете, была бы, ну, как в попки мне лезут голову, как попка молоденчика, да? То есть гладенькая такая, приятненькая, значит, ровненькая, тёпленькая, но зацепиться не за что. И то, что мы становимся интересными интересными и индивидуальными, и каждый из нас — это отдельный мир. И именно на это мы приглашаем в дальнейшем, если говорить о профессии психотерапевта, своих клиентов на свою индивидуальность. Именно из этого, да, потом возникает понятие нашей трансференции. Я всегда повторяю, что когда мы очень паримся про конкуренцию в психотерапевтическом мире, ну, в каком-то смысле она есть, понятно? Все яркие, активные, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то себя позиционирует больше, кто-то себя позиционирует меньше. И, ну, наверное, такая вот эта часть, связанная с организацией каких-то процессов, вот в этом месте, ну, конкурентные тенденции, они, безусловно, есть. Но конкурировать за клиента — это смешно. Потому что мы идём... И по этой же самой причине в нашей профессии не работают бигборды, как реклама меня, как психотерапевта. Потому что какой, вы не поставьте в центре Харькова, прекрасный какой-нибудь, да, очень большой бигборд, где будет написано большими светящимися буквами ваша фамилия, и выбрана самая лучшая ваша фотография даже до нём, проверена, потому что некоторые уникальные люди всё на себе пробуют, да, вот, это не сработает. Потому что в нашей профессии человек приходит на человека. И это иногда неуловимые импульсы, связанные вот с этой вашей уникальностью. Поэтому я совершенно чётко убеждена, что человек, которого потянет ко мне, там, не знаю, не пойдёт к Саше, например, который сидит напротив меня, но человек, которого потянет к Саше, не пойдёт ко мне. И абсолютно здесь неважно, мы, вот эти наши регалии, или, да, что там перед нашими фамилиями стоит, человеку всё равно будет нужен Саше. И какие бы я телодвижения не совершала в попытках заманить к себе, он всё равно пойдёт туда, куда это будет влечь. Но вот эта наша удивительная сборка, удивительная уникальность возникает только потому, что, как ни парадоксально, мы переживаем кризис. Ну, если вот возвращались, да, к этой мастерии. Именно потому, что в какой-то момент мы сталкиваемся в жизни с тем, чего мы не знаем. И через вот это узнавание, познавание, да, мы проделываем работу, мы без всяких сомнений, эта работа тяжёлая, и мы в это время что-то теряем. И потери этого чего-то очень болезненные. Нам приходится переживать много, тратить много сил на то, чтобы справиться, прожить. Вот эти болевые переживания, связанные с потерей чего-то, иногда, знаете, не обязательно терять что-то. Ну, очень конкретное. Иногда можно терять покой и от этого тоже мучиться. Ну, и сопротивляться этому, да. Но только благодаря этой работе мы развиваемся. Ну, в общем, вот таким образом, таким образом, да, понятное дело, что вот эта вот бесконечная работа, которую совершает наш организм для того, чтобы, в общем, находить для себя что-то подходящее в поле, и есть то движение нашей жизни, которое мы исследуем в психотерапии. Ну, теперь давайте немножко поговорим о том, почему, собственно говоря, всё-таки наступает тот момент. Ну, вот, ещё два ведущих понятия. Первое понятие — это дискретность мышления, а второе понятие — это линейность. И это, правда, нам очень знакомые вещи. Если говорить про линейность, я уже немножко говорила, это нам очень хочется, чтобы всё в нашей жизни имело причинно-следственную связь. И тогда мы устроены таким образом. Ну, например, хорошо знакомые, я сейчас буду говорить вам вещи. что если я не прожил или не прожила какой-нибудь детский опыт, связанный, не знаю, с моими непростыми отношениями с родителями, к примеру, то нефиг мне обзаводиться семьёй, своими детьми, да и вообще строить отношения небезопасно, потому что я же не всё ещё изжил, не все недостатки, я изжил из своего глубокого детства. Знакомая история, я думаю, многим, да, поэтому, в общем, прекрасные слова «мама», «папа», да, и они мне всю жизнь испортили. Мы из группы в группу, значит, с этим встречаемся. И тогда, смотрите, какая интересная мысль заложена за этим, что я тут должна, например, прожить своё детство, и оно должно уйти куда-то. И дальше наступает моя юность, например. Я её должна прожить, и юность куда-нибудь ушла. Удивительная вещь, что никто ничего, никуда, слава Богу, не уходит. Мы одновременно сейчас, вот я сижу сейчас перед вами, да, и читаю эту лекцию, но вот прямо здесь со мной остаётся моя девочка, там мой подросточек, моя девушка, моя какая-нибудь молодая, там, неопытная женщина, моя женщина, которая что-то узнавала про себя, моя зрелая женщина, мой профессиональный опыт. Всё это тут, оно никуда не девается. И так всё это, и слава Богу, потому что, представьте себе, если, или ещё одна такая чудесная мысль, для того, чтобы мы достигли такого психического здоровья, мы должны сжить из себя полностью все элементы собственного безумия. Да ужас! Вы представляете себе, мы такие абсолютно здоровенькие стали. Как бы мы занимались творчеством? Да я даже думаю, просто оргазм как бы переживали. Потому что в этот момент мозги сильно не участвуют. И точно так же, ну, например, ведь у вас масса занятий, от которых вы получаете удовольствие. И в этот момент вы способны это удовольствие получать именно потому, что ваш ребёнок, например, никуда не делся. Или такие, знаете, прекрасные вещи, которые тоже часто в психотерапии приходится слушать. Это когда человек говорит, я попал в своё детство, на группе, например, говорит, я, видимо, регрессировал, ещё вот слово у нас. А вот понятие регресса, да, оно же как раз вот из ленивности и приходит. Потому что, если это всё должно было уйти, то тогда, если я ловлю какой-то импульс, который похож на то, что я там, допустим, распознавала в детстве, это в смысле я туда вернулась. И это ещё часто как-то у нас заряжено, что это плохо. И, например, говорит, вот я в каком-то детском состоянии, говорит человек, потому что мне очень хочется плакать, мне очень хочется, чтобы кто-нибудь меня ожарел, там, гладил по спинке и, в общем, как-то утешил. И я часто в таких случаях задаю вопрос, почему ты называешь это сугубо детским чувством? Ну, как будто, смотрите, мы делим эти переживания, да, на то, что в детстве это надо. Но если имел несчастье вырасти, всё, да, забыл про вот эти вот все глупости со слезами, соплями, да, попытками у кого-то просить помощь, да, со всеми этими штуками. Ведь это сильно не так. Поверьте мне, даже я думаю, я надеюсь очень на это, если маразм, значит, не паразит, то я думаю, даже в самом таком пожилом возрасте, каком-нибудь финале нашей жизни, мы в этом будем нуждаться и вовсе не потому, что, да, говорят, что старики это те же дети, а я просто думаю, что потому, что эта потребность никуда не девается, она с нами живёт вместе, она с нами проживает в нашу жизнь, как и многие другие потребности. И поэтому вот этот вот, это можно словить только в том случае, если я начинаю иначе смотреть на эти процессы. Если для того, чтобы куда-то продвигаться, мне не нужно что-то отщеплять. А если мы добавим сюда ещё дискретность, а дискретность это вообще, это бич нашего времени, потому что мы живём уже, вы понимаете, во время очень высокого депо в такой период очень сильной такой нарциссической заряженности, когда достижения развелись в культ. И таким образом я часто сталкиваюсь, работая как психотерапевт, с людьми, которые пытаются организовать свою жизнь по принципу такой нарезки. Ну вот когда, давайте пример такой хорошо нам знакомый, ну, например, вы пришли учиться в программу по киштальтерапии. И вот в какой-то момент обязательно это случается, практически со всеми, в какой-то момент вы начинаете говорить, боже, на чем мы так долго учимся? Я уже неплохо всё соображаю, в принципе. А что нет, меня эти ведущие группы хотят и хотят, нет, это вот держит меня, я уже вполне такой готовый выходить на сертификацию, например. И даже не вопрос готовности и неготовности, если не про это. Я про то, что вот этот импульс рождается, потому что мы привыкли. Что если мы что-то делаем, это не важно. Ну, то, что с нами происходит, когда мы это делаем. Что очень важен тот результат, которому эти действия привели. Поэтому паники такие на сертификациях, да, вот, тоже есть же в зале обязательно люди уже, которые проходили этот кошмар, да, и сколько ни говоришь, что, в общем, ну, ребят, посмотрите, ведь вы и учились совершенно другим образом, не похожим там на, собственно говоря, все остальные вузы, которые вы заканчивали. Всё равно из нашей психики уже не вытравится этот экзаменационный принцип. А он, к сожалению, был построен, вы прекрасно знаете, именно по такому принципу, да, что не важно, как ты осваиваешь это всё, покажи результат. Покажи, что у тебя из этого получилось. И тогда огромные куски нашей жизни как бы выпадают, они оказываются не важны. Вот это я и называю таким, клип, вот у Данилы есть хорошее выражение у Хломова, клиповая жизнь, да, когда мы пытаемся, что-то, ну, например, за что нам стыдно, или что сегодня мы бы делали по-другому, да, вытеснить, забыть, отщепить от себя, ну, и вот эта прекрасная идея ещё, конечно, я хочу себя сделать лучше. В эту идею я хочу себя сделать лучше попадает многое, да, красивше, умнее, успешнее, ну, в общем, просто другим человеком. Совершенно невозможная, да, задача, более того, какая-то ядовитая, на мой взгляд, задача, потому что у нас всё есть. И вот такие, какие мы есть, мы на самом-то деле очень хороши. И лучше не надо. Но мы просто умудряемся из себя вот эту, когда нарезку делать, да, мы потом себя видим в каком-то очень искажённом таком свете, сравниваем с чем-то, что не мы, почему-то наделяем это что-то, с чем мы сравниваем, качествами идеала, и, соответственно, пытаемся отказываться от своей природы и залезть в шкурку чего-то другого. Сейчас много, знаете, в интернете этих картинок, когда белочка хочет стать слоником, знаете, там, зайчиком гемотиком и так далее. Ну, вот, мы в интернете ржём с картинок, да, а живём-то так, да, на самом деле. Вот это вот попытка стать бемотиком, да, или наоборот, там, газелью, да, будучи там слоником. Помните, ледниковый период, да, вот это вот, мамой тихой, которая опозумом хотела быть, да, и которая всё время норовилась залезть на ветке, чтобы там удобно разместиться. Вот это метафора на то, что мы с собой частенько пытаемся делать. И в мультике нам ржачно, да, в общем, в жизни груз. Вот. Ну, и для того, чтобы перестроить это своё мышление, вот как раз, я считаю, что, в общем, такой очень талантливый английский, собственно говоря, гештальтерапевт, да, собственно говоря, маленький парлет, создал, ну, адаптировал теорию поля под теоретические аспекты гештальтерапии. И она не так сложна, как может показаться, потому что он напирается на пять основополагающих принципов, да, по которым мы сейчас с вами, в общем, собственно говоря, и прогуляемся. Ну, я постараюсь гуляться так, чтобы вот, я смотрю, что я променчиво сказал, мне пора 50 минут. Ты начинаешь говорить? Ну, я постараюсь, я много чего сказала, и, собственно говоря, скажите, пять принципов, там не будет чего-то такого очень нового. Итак, первый принцип, это принцип организации поля. И давайте, чтобы вам легче было понимать, о чем мы будем говорить, я буду брать как модель, на которую мы будем это рассматривать. Хорошо, все равно здесь знакомо, так или иначе, это модель группы. Не важно, психотерапевтическое, общающее, это уже не важно. Модель любой группы. Итак, принцип организации поля напрямую связан с тем, о чем я сейчас достаточно долго говорила, с этим принципом фигура ФО. И то, что я бы хотела добавить сюда, это то, что, конечно, в каждую секунду времени, в зависимости от того, какие импульсы наши внутренние или какие агрессивные импульсы внешней среды, а вы должны понимать, что агрессивными могут быть и внутренние импульсы, и внешние. Иногда внешние, ну, смотрите, вот если бы сейчас вдруг каким-то отдельным образом эта дверь открылась и сюда зашел живой тигр, я думаю, что наше пространство сильно поменялось бы. И без всяких сомнений этот импульс оказался бы сильнее, чем все наши внутренние импульсы, связанные с интересом разобраться в какой-то теории, с какими-то вопросами, которые, возможно, зреют уже внутри вас, тигр стал быстро, очень, я вас умиляю, фигурой, которая бы определила конфигурацию этого пространства. Надо сказать, что этой фигурой, в зависимости от того, как бы он себя вел и с какой целью бы он к нам пришел, например, голодный он был или нет. Потому что, если это был такой неголодный тигр, которому просто прикольно стало, и он тут тепленько где-нибудь, он пришел, нашел место и собирается тут спать, то через некоторое время все равно наша аудитория поменялась, потому что нас бы стало меньше, я думаю. Часть бы стремительно постаралась вот туда, вот как-то проникнуть побострее. Часть бы любопытствующих осталась. И если бы этот тигр оказался сытым, таким уже полуспящим тигром, который просто ищет место, где поспать, он бы тут где-нибудь устроился, то через некоторое время мы бы перестали воспринимать его как фигуру. То есть, если только на хвост не надо наступать в это время, мы какие-то с ним такие делать вещи. удивительным образом, что через некоторое время казалось бы, такое необычное явление, как спящий тигр, ушел бы в фон, и мы бы стали замечать, что наше внимание опять устремлено к чему-то другому. И если мы возьмем пример любой группы, я вот в этом месте, конечно, часто люблю опираться на понятие шиллинга, потому что, вы знаете, вот шиллинги, ну они же во всех группах проводятся, и сзади на полгруппы находятся, которые говорят, а может как-то обойдемся без него? Ну давайте чем-то займемся уже, ну чем-то полезным, но я уже не могу, ну что же мы сидим и вот на эту фигню тратим время, а оно же идет, а оно же оплаченное, да, а я же деньги заплатил не для того, чтобы, значит, с этой вот фигней, значит, как-то разбираться и так далее. А на самом деле, давайте посмотрим, ну это вообще-то одна из очень важных, да, частей этого процесса, и она напрямую. Вот тут я просто, ну, предложу вам вспомнить еще одну вещь, которая поможет вам теорию холя освоить, и принцип вот этой организации, ну, он прямо разложится очень хорошо. Это понятная всем нам кривая, даже, по-моему, те, кто не учится, в Киштайбе программах уже кривую знают, мы с этой кривой, с этой хохмой, мы уже по городам и весям, сто-то ездим, да, чтобы, в общем, обучили многих, да, которая описывается в опыте, который, помните, состоит из таких четырех, да, в общем, этапов этого опыта, что сначала что-то должно родиться, рождается, так как правило, вот как раз не на уровне нашего сознания, на уровне наших ощущений, оно должно как-то возбудиться, возбудиться настолько, чтобы его энергия была достаточная для того, чтобы вырываться наружу, дальше второй этап наступает, вот эта энергия, да, она вырывается наружу в этот самый момент, оформляется уже в нашем мозгу некоторое понимание того, что, похоже, я чего-то хочу, да, и я замечаю, что вокруг, ну, в хорошем смысле, это я сейчас вот не беру все эти там нарушения, да, или экзотические формы построения, в таком здоровом варианте, я замечаю, что вот, в общем, очень много есть всяких возможностей, и я начинаю принюхиваться, присматриваться, да, как-то пристраиваться, и, нахожу что-нибудь такое, что мне годится, сейчас, исходя из этого вот возбуждения, что похоже, к чему меня вот это возбуждение влечет. Дальше хорошо бы, чтобы вот с этим, чем мы выбрали, да, произошла бы вот эта встреча, такая, да, такая самая пиковая встреча, когда вот это наше все нарушившее возбуждение, да, получило разрядку, нам хорошо, да, в общем, вот этот момент, кстати, опять психики нету, это в основном такое катарсическое, да, телесное, эмоциональное переживание, мозги, вот если принимают участие в этом, то, как правило, ничего хорошего не выходит, да, и дальше, вот эта энергия, которая возбудилась, да, она разведилась, и мы уходим опять вот с этой потребностью в фазу покоя, начинается вот эта четвертая стадия цикла опыта, стадия финального контакта, где потихонечку, мы отдыхаем, ну, организм отдыхает из этой проделанной работы, и в это же самое время, да, отдыхаем, осознаем, что с нами произошло в хорошем варианте, это ложится в копилочку нашего знания о себе, да, и одновременно с этим это появляется пространство для возникновения нового возбуждения, ну, помните, да, так вот шеринг в любой группе, это то время, где мы даем чему-то зародиться, и смотрите, если у нас дискретное мышление, мы как раз и будем хотеть, ну, давайте чем-то полезным сразу займемся, ну, теорию почитайте, да, или давайте упражнение сделаем какое-то, или работу какую-то сделаем, и мы можем так сделать, ну, например, для меня это классический вариант, чем отличается тренинговая система от психотерапевтической, вот тренинговая система все-таки в основе своей она дискретна, потому что у нее есть задача, и линейно, и это неплохо, нехорошо, это просто другая модель, в которой требуется другой способ, да, вот наблюдения за пространством, там есть задача, и есть пути достижения этой задачи, очень ясные такие, и так, ступенечки, да, мы проходим эти ступенечки, и, в общем, приближаемся к задумкам, в психотерапии, если мы начнем таким образом действовать, знаете, вот возникают вот эти ситуации, я люблю проводить пример с интенсива, потому что многие на интенсивах были, вот обязательно, первая трехдневка, первая группа, да, куча мало знакомых людей, перемешанных, значит, собралась, обязательно в этой группе найдется кто-то, кто еще не прошел первый круг знакомства, скажет, что он уже хотел бы поработать, знаете, таких, да, можно не тратить время зря, попусту, как вы понимаете, и этот импульс, это абсолютное игнорирование того, да, может психопат сидит какой-нибудь у нас в группе, затесался и сидит, да, или, ну, не знаю, там, вообще люди пока еще не слышат, не видят, потому что все преисполнены ужаса, да, и так делают вид, очень умный вид, такой делают, да, что они понимают, где они, но это иллюзия большая, да, а человек туда рвется, значит, уже с чем-то своим сокровенным, да, ну, конечно, а потом удивляется, почему он так часто ранится в жизни, как-нибудь, не появится где-нибудь, да, обязательно его кто-нибудь вот так или иначе обидит, и обязательно в этой же самой группе найдется человек, который третий день третий трехневки сообщит, что, конечно, он очень бы хотел поработать, но он по-прежнему здесь небезопасен, и вот это тоже, да, как всегда, сигнал про то, ну, во-первых, это идея абсолютной безопасности, я считаю, что она фантастична сама по себе, потому что там, где появляется хотя бы второй, другой человек, пространство перестает быть абсолютно безопасным, потому что все, это другой процесс, на который я повлиять никак не могу, а уж извините, если их 16, 18, 20, то про какую уж там абсолютную безопасность мы вообще говорим, но конструкт в голове есть, и тогда смотрите, человек отодвигает все свои потребности, да, и все время пытается обслуживать вот эту какую-то идею, что я выйду работать, когда буду готов, это вообще смешная фраза, мне кажется, в психотерапии, знаете, когда на группе кто-нибудь говорит, я не готов, потому что, что значит не готов, все, что у тебя для этого есть, оно с тобой, я всегда, ну, в общем, в этом месте все-таки предлагаю заменять готов, не готов, на хочу, не хочу, мы имеем право не хотеть, это не значит, что мы должны делать все, как только, но хорошо бы себя не дурить и не описывать это понятие неготовности, потому что тогда мы опять-таки разместили какую-то картинку и пытаемся себя все время в эту карьку закладывать, поэтому, вот, собственно говоря, вот шерик на группе это как раз иллюстрация к первому принципу теории поля, теории организации поля, потому что это как раз то время в работе группы, где, ну, задается это пространство, где оно вот из разных, да, вот моментов начинает вдруг наполняться, 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 и только через это мы понимаем, что вот какая-то есть какое-то место, которое сейчас сильнее, чем все остальные, вот это место становится фигурой. Вы помните, еще тогда два слова скажу, что помните, что в общем мы всегда говорим о том, что при штаттерапии мы не столько заняты фигурой, насколько заняты фоном, на котором эта фигура возникает. И это тоже такая типичная вещь, потому что нам кажется, что самое главное, и это ошибка часто на начинающих терапевтах, что самое главное это распознать фигуру, ну, с которой пришел ко мне клиент. И даже и сложности нет распознавать, она видна, потому что если к вам пришел человек, его трусит от ярости, например, когда он с кем-то поругался перед тем, как к вам пришел, ну, дома там, да, например, какой-нибудь скандальчик случился семейный, человек пришел, его трусит, да, у кулачки его сжимаются, то что там распознавать фигуру, она, в общем, невооруженным глазом видна, да, его штырит от ярости сейчас, да, от злости, от обиды, возможно. И что туда еще нашу-то энергию добавлять? Наоборот, для того, чтобы произошел какой-то процесс ассимиляции, нам надо ее, ну, напряжение в этом месте понизить, а понизить мы можем только за счет, мы можем оборвать, это ничего хорошего не происходит, да, а может за счет того, что мы начинаем в фоне замечать что-то еще. И вот только за счет того, что вдруг человек замечает, да, что что-то еще там есть, вместо аффекта появляется осознавание, да, и появляется, в общем, какая-то возможность вот начать работать эгофункции нашей. помните, да, что, собственно говоря, в нашем целом три таких основных функции. Это функция, которая отвечает за нашу энергию, это функция, да, функция, которая отвечает за наше осознавание, да, себя и своих процессов, это функция персоналити, и функция, которая позволяет нам осуществлять каждый раз вот это движение в сторону какой-то своей потребности, это эгофункция. И я часто говорю, что мы в основном занимаемся тем, что мы, оживляем эгофункцию, мы ее из ригидной делаем более подвижной. Второй принцип теории поля это принцип единовременности. И, в общем, собственно говоря, когда-то один из моих коллег хороший термин перенес, мне понравился, я повторяю сейчас его, говорит, правильно было бы называть не единовременность, а в той же временности. Ну, такое не русское выражение, но очень хорошо описывающее. Мы немножко уже с вами об этом поговорили. Это как раз принцип, вот наш принцип актуальности, когда нет отдельно прошлого, нет отдельно настоящего, нет отдельно будущего. Каждую минуту нашей жизни это присутствует прямо в нас. И, более того, не только наше прошлое влияет на наше настоящее, то, к чему мы привыкли, вот эти все слезные истории, что вот в детстве со мной было это, поэтому сейчас со мной происходит то-то. Но я хочу вам напомнить, что и наше настоящее очень влияет на наше прошлое. Это очень сложный посыл, он вызывает много сопротивления, потому что люди часто грустят и говорят, ну, может быть, хоть что-нибудь заставим неизменным. Ну, давайте хоть прошлое, я буду уверена, что оно было таким. Было, я точно понимаю, каким. Но, друзья мои, давайте вспомним, что если вы в хорошем настроении, у вас все хорошо, не знаю, вы счастливы, да, вы одушевлены, и в этот момент кто-нибудь спросит, слушай, в какой семье ты воз? То у вас так ничего даже, да, рисуется картинка вполне такого в себе веселого и счастливого вашего детства. Но и сильно она меняется, если вдруг, да, вы ослаблены, расстроены, в отчаянии, в бессилии, вы, конечно же, вспоминаете все гадости, которые в нашем детстве были, и вспоминайте их значительно в большей степени, чем, возможно, даже тогда они на вас произвели впечатление. Но, смотрите, друзья мои, для нас, как для всех терапевтов, это еще один посыл, который обычно вызывает много чувств, не важна правда. Вот правда для нас не важна. И это вовсе не про то, что, знаете, потому что из этого тезиса иногда вырастает представление о том, что терапия — это аморальное направление психотерапии, значит, которое подвигает людей брехать, да, что-то делать такое, в общем, нехорошее, да. Но нет, для нас не важно, как это было на самом деле. Для меня правда, ведь я работаю сейчас в этот актуальный момент с человеком, который прямо сейчас ко мне пришел. И для него эта история заряжена. И мне, поверьте, даже не важно, была она или нет. Для меня важно, что он сейчас живет так, как будто эта история у него была. И это самое главное. И не важно, какой ли она интенсивности была, когда он ее проживал, как он сейчас ее описывает. Для меня важно, что сейчас его чувства такой интенсивности. Другой вопрос, что, конечно же, в отличие от анализа, да, я сейчас пару слов скажу вот про эти, потому что мы уже подбираемся про эти разные различия, ну, про эти основные различия. В отличие от анализа, конечно, для меня не составляет основной задачей восстановить вот это событие в прошлом. Глэр, вот и как и штаттерапевт, для меня очень важно, как эта история родилась из настоящего. Потому что вы тоже хорошо понимаете, что все наши воспоминания, мы никогда не ходим, как такая библиотека нашей жизни. И помним прям в любой момент, слови меня, да, я расскажу, что со мной было, я там, не знаю, в каком-нибудь там, в 98-м году, да, фиг расскажу. Да, но если я в 98-м году чем-нибудь там, сожрала какую-нибудь негодную еду и попала в какую-нибудь больничку и вдруг захожу в какую-нибудь кафешку, да, начинаю что-то кушать и сработал какой-нибудь вкусовой, ну, не знаю, да, якорек такой, да, вот маркер или вкусовой, но я чувствую, что что-то не так с этой едой или просто ту еду, которая отравилась, да. Я вдруг могу очень отчетливо вспомнить этот день, как мне было плохо, что со мной происходило, как меня забирали в больницу и так далее и так далее. Ну, уж совершенно понятно, я не вспоминаю это событие в каждую минуту своей жизни. Вот, поэтому в этом смысле вот различия с анализом, да, для меня их два, когда говорят, а почему невозможно, ну, например, одновременно, да, изучать аналит, мыслить как аналитик и как гештартерапевт. Я всегда говорю, что я очень рекомендую коллегам, конечно, познакомиться с аналитическими теориями, потому что мне кажется, что, ну, знаете, базу всегда надо знать. Я всегда говорю, что лучшие джазовые импровизации все-таки получаются у профессиональных музыкантов, а не у людей, которые первый раз увидели фортепиано. Поэтому, все-таки, для того, чтобы импровизировать, нотная грамота, знание, обращение, как можно обращаться с инструментом, это не ограничение, а помощь. Другой вопрос, позволяет ли я себе выходить за рамки уже узнанного. Вот в этом, да, вопрос. Поэтому, соответственно, смотрите, два момента, ну, и я прям рекомендую знакомиться, да, с аналитической, вообще, теорией, но дальше все-таки хорошо бы определяться, и если вы, гештальтерапевт, формировать свое гештальтерское мышление. Почему? Два принципа основного. Первый принцип, это куда направлено, ну, временной, куда направлено основное внимание. И, как вы понимаете, в анализе основное внимание направлено в прошлое, то есть, сам этот принцип, что основное событие, которое запустило процессы, с которыми я сейчас столкнусь, уже было, да, и тогда нам надо, ну, воссоздать это событие, восстановить, как-то пережить в своем внутреннем мире за счет, там, ну, в общем, да, пройти в идентификации и так далее, и так далее, да, пережить это событие, чтобы, ну, снять напряжение из, ну, вот из этого прошлое. У нас, как вы видите, уже даже, ну, это временная рамка, прошлое событие является для меня всего лишь еще одним феноменом, который высвечивает настоящее, который передо мной сидит. Для меня не так важно, все, буду такие уже жесткие примеры приводить, было насилие у моей клиентки в детстве или не было. но для меня важно, что сейчас ее отношения с мужчинами не строятся, да, у нее все время что-то ломается, и в ее картинке мира она себе это объясняет тем, что, ну, она боится повтора некой ситуации. И бессмысленно возвращаться только туда, мы, конечно, мы работаем и с переживаниями, и с воспоминаниями, это не в смысле, да, мы все время говорили только, что самое главное, это то, что сейчас между нами происходит, вот все, что мне хотела рассказать, это ерунда, это тоже такой вариант, в общем, очень искаженной психотерапии. Но я всегда держу в фокусе, что эта история сейчас рассказывается мне, она рассказывается в какой-то момент жизни клиента, что-то актуализировало в эту историю. Почему-то эта история заиграла новому некраску. Вот это фокус, который в нашей работе. И второй принцип, это принцип присутствия. Это один из базовых принципов киштетерапии, да, но что психотерапевт, он не наблюдающий, а участвующий. Потому что все, о чем я до этого рассказываю, мы создаем вот это я-ты пространство. Если мы пользуемся как основным инструментарием, мы пользуемся диалогом в нашей работе, да, таким психологическим диалогом, и это то, о чем еще писал Пюрлс, да, это как раз та часть теории, в которую он опирался на разработки Мартина Бубера, вот, то, понятное дело, принцип абстиненции, который является одним из основных в аналитической терапии, не может совмещаться с принципом присутствия. Я очень хочу, чтобы вы понимали, что не значит, что одно хорошо, а другое плохо. Но вы не можете одновременно быть нейтральным, абсолютно непроявленным окном для проекции для человека напротив и формировать с ним контакты. Мы делаем что-то одно из двух. Вот по этой причине, да, собственно говоря, на каком-то этапе этот выбор нам, как профессионал, приходится делать. И, конечно же, да, мы не просто присутствуем, но мы и формируем в каком-то смысле вот это пространство терапии, в этом болевой принцип. Следующий принцип, о котором мы будем говорить, третий принцип, это принцип, господи, сингулярности или принцип уникальности, да, то есть, собственно говоря. Ну, знаете, о нем даже долго-то говорить не стоит, потому что, мне кажется, что есть прекрасное выражение «в одну реку не войти дважды». Но, иными словами, да, этот принцип говорит о том, что момент уникален. И в своей уникальности он очень важен, прекрасен, способствует движению, но его нельзя повторить. И здесь пляшет несколько таких понятий, которые тоже еще перлутся. И первое из этих понятий, которые я очень люблю и уделяю в подготовке, ну, когда там, занимаюсь подготовкой гештар-терапевти, ну, этому навыку стараюсь уделять внимание. Это, в принципе, предразличие. О чем он говорит? Он говорит о том, и это еще одно отличие, кстати, от аналитической модели работы, он говорит о том, что очень хорошо бы, чтобы первичен был опыт, а не концепция в работе терапевта с клиентом. Что имеется в виду? А, все, как мы учились, да, все предыдущие, там, знания, которые в нас закладывались, это, собственно говоря, как раз прямо противоположный способ построения контакта. есть какая-то концепция, научные даже исследования, да, они как построены. Есть идея, есть концепция, я ее проверяю опытом. Так вот, психотерапевтический процесс, вот прямо противоположный, я даю, да, возможность проявиться какому-то опыту, а потом стараюсь его описать. Но соблазн, да, отнестись к нашему клиенту через призму какую-то концепцию очень велик. Ну, потому что так проще. И потому что, на самом деле, этот принцип присутствия, о котором мы говорим, да, он не такой просторный. Это ведь нагрузка для терапевта значительно проще. Ну, знаете, я сижу в такой экспортной позиции, смотрю на человека напротив, у меня в голове много знаний, я много где-то училась, например, да, у меня много идей. Что могло быть такое с этим человеком, как бы это можно было бы продиагностировать и так далее и тому подобное. И я еще раз хочу повторить, что, например, когда мы занимаемся консультативной работой, ну, когда мы просто приходим человек проконсультировать по какому-то очень конкретному вопросу, это и нормально. Это не то, что я писала какую-то плохую работу. Это просто другой способ мыслить. Но если мы все-таки, да, начинаем заниматься с человеком психотерапией, Пелус писал об этом, в принципе, предразличие, что имелось в виду, что каждый раз наша встреча в каком-то смысле я чуть-чуть усиливаю это, да, как первое. Но даже если ко мне клиент ходит уже там пять лет, я очень хорошо знаю какие-то истории его жизни, знаю его реакции, знаю, ну, что его свойственно, очень хорошо бы мне не встречать его через призму своих знаний, а хорошо бы увидеть его сегодня. Потому что если я буду встречать его через призму своих знаний, да, я могу пропустить что-то вот то новенькое и важное, что рождается прямо сейчас. И отсюда, вы понимаете, вот эти часто встречающиеся у нас в разговорах такие штуки. ко мне пришел шизоид, я работаю с истеричкой, ой, ко мне пришел золимый нарцисс. Да, вот. Можно пошутить, но это вполне, ну, я не к тому, чтобы гоняться за чистотой речи, да, если это такая, ну, шутка для вас, то Бога ради. Но очень бы не хотелось, чтобы через такой способ вы работали. Потому что, ну, во-первых, это сильно идет в разрез с понятием вообще-то динамичности. И я его напомню сейчас все-таки в двух словах, что когда мы говорим о том, что личность в динамике все время проявляется, то все вот эти процессы шизоидные, невротические, нарциссические подразумеваются, что есть постоянно. Просто один более возбужден, другой менее возбужден. Просто мы можем так жить, что какой-то у нас чаще возбужден, да, так сильно перевозбужден, что другим не удается возбудиться, да, вот, но все равно не есть. И поэтому, когда я, ну, определяю для себя человек сугубо, да, вот так и профессионально, в лише ко мне пришел нарцисс, я задаю некоторый способ своей психики, да, ну, посылаю импульс своей психики, чтобы она начинала определенным образом, считывать ту реальность, которую мы оказались. Я буду видеть в этом человеке только подтверждение своей гипотизы. Я буду видеть только подтверждение своей гипотизы, я буду строить коммуникацию с этим человеком так, чтобы, в общем, подтверждать свою гипотезу, и поверьте мне, вот тут все равно полевой принцип срабатывает, потому что опираемся мы на него или не опираемся, он от этого не перестает быть. Да, другой человек обязательно даст мне подтверждение. но он обязательно тоже подстроится и будет давать мне то, чего я хочу увидеть. И если я хочу увидеть только нарциссические проявления, я их и буду видеть. И дальше мы попадаем на такие рельсы, да, собственно говоря, какую-то такую тропинку, мы ее протоптываем, протоптываем, да, протаптываем, ну, возможно, не только с вами тропинку протаптываем, и в какой-то момент, да, наступает вот это ощущение, что ничего нового не рождается, но и не может родиться. Ну, потому что для того, чтобы родилась что-то новое, он в коленном сайте. Только там можно что-то обнаружить. Вот, поэтому вот принцип уникальности, он, конечно, напрямую связан с такими вещами, как риск и тревога. Потому что мы стараемся все упорядочить для того, чтобы понизить уровень своего такого-то тревожного возбуждения, потому что если у нас есть объяснение каких-то вещей готовые уже, а иными словами это значит, что в нашем опыте это уже было, конечно, мы успокаиваемся. Но мы успокаиваемся и в этот же самый момент гасим такую важную вещь, которая так важна в терапевтическом процессе, это любопытство терапевтическое. когда мне правда рискованно и любопытно увидеть что-то другое. Ну, и тревожно. И, конечно, невозможно на этом веке только работать. У нас, когда мы работаем, представим, я думаю, и один, и второй тип мышления, какие-то вещи нам все-таки важно знать для того, чтобы себя балансировать и как-то устойчивость свою сохранять. И вот мы балансируем между двумя этими шкалами безопасности и возбуждения так, чтобы создавать зону для себя как терапевта более или менее комфортную, с которой я могу продуктивно работать. Ну, или клиента заодно создавать это пространство то более безопасным и понятным, то более необычным, рискованным, экспериментальным, где может появиться что-то. Четвертый принцип, про который в общем хотелось бы поговорить это это принцип изменяющегося процесса он так и называется что четвертый принцип принцип изменяемости процесса он называется вот и ну он мне кажется связан с тем что ну с предыдущим только вот может быть фокус чуть-чуть смещен потому что вот если мы в принципе изменяемости процесса вот как раз больше фиксируемся на каких-то появляющихся новых феноменах да которых не было раньше то в предыдущем варианте там еще есть и такая временная рамка ну да что ну вот знаете смотрите есть например такая идея терапевтическая что если ко мне пришел клиент или клиентка у которых какое-то было сложное такое взаимодействие правда с мамой помянула вот уже в детстве да и не хватило в общем ну какой-то не знаю ну например мама по каким-то причинам не могла быть теплой ну вот не могла я знаете ведь не стою на позиции того что родители они уроды я стою на позиции того что родители это какие-то люди которые что-то могли и чего-то нет и ну знаете уже редко так все-таки встречается такой сильно патологический вариант когда ну прямо там мама ненавидит своего ребенка да а так чаще это не про то она в общем как-то любит но очень по-своему да как может и например ну по какой-то причине она не умела быть теплой да и все что связано с таким теплом там и кинестетическим и эмоциональным да в общем не было ей свойственно и ребеночек вырос в таком значит эмоциональном голоде где его не особо там брали на ручки не особо так к нему прикасались не особо говорили ласковые слова и вот приходит к нам клиент или клиентка явно ну голодная этой частью знаете вот какое-то время назад сейчас уже меньше этого слава богу хотя встречается была очень популярна такая идея у терапевтов что если я вот этого вот человека который ко мне пришел буду усаживать к себе на ручки владеть по головочке да и говорить ему ласковые слова то в какой-то момент мы докормим да вот ту вот часть детскую и он заживет счастливо друзья мои нет возврата туда это всегда это всегда уже будет человек у которого мама была холодна что бы мы ни делали как бы мы ни разбивались и сколько на ручке мы его не усаживали скорее мы делаем с ними какие-то странные интересные процедуры такие да особенно представьте себе терапевт женщина к ней приходит мужчина да клиент они одного возраста и она ему говорит давай посидишь у меня на ручках да то это ошибка всего чего только можно на самом деле но мы держим в фокусе то что этот человек не умеет принимать тепло и не умеет принимать ласку и тогда важнее не на ручке его усаживать как бы пользуясь калькой из ну вот заложено из детства да что ребеночка надо брать на ручке когда он плачет а мы создаем подходящий способ при котором этот человек может рискнуть попробовать брать тепло или может рискнуть попробовать выдерживать прикосновения другого человека и замечаешь, что в этих прикосновениях может быть удовольствие для него, и они могут его успокаивать, к примеру, да, и как бы, не знаю, тепло формировать. Ну вот, мы, ну, значит, это более полезно будет, если мы не будем, да, пытаться обманывать себя и другого, а будем создавать эти способы прямо здесь. Ну, и последний, пятый принцип, который, значит, у Парли это описано как принцип, ну, принцип полевой такой парадигмы, это принцип возможной значимости, это принцип, который, собственно говоря, тоже нам хорошо знаком. Это принцип, который сводится к тому, что любая деталь может оказаться самым важным. Ну, я вот люблю, как пример приводить, понятное такое, это вот, знаете, например, о работе со сновидениями в киштартерапии. Ну, наверное, те, кто в программах видели такую работу, участвовали, например, со своими с нами так работали, да. И вот оно хорошо, прямо иллюстративно показывает вот этот принцип, что там человек рассказывает какой-нибудь сон, такой, ну, не знаю, срывающий мозг, да, что он там всю ночь провел в морге, за ним гранялись трупы, да, собственно говоря, он от них успешно убегал, да, вот, бегал из комнаты в комнату, трупы были разные. И, например, в частности упоминает, что, ну, и периодически вот во сне падал взгляд, я практически реальная сон рассказываю, с которой мы как-то на группе работали, вот, и периодически его взгляд падал на стену, белую такую, холодную, значит, стену, на которой висел портрет какой-то женщины. Ну, уже понимаете, к чему кладем, что все эти бегающие покойники вместе взятые, а там они у него такие прекрасные были, значит, целенькие такие покойники, немножко рачленененькие, да, уже после вскрытия, до вскрытия, ну, в общем, пышно-цветочая картинка была. Группа млела, когда мы психодраму ставили, потому что уже роли достали, да, вот. Ну, вот, но все это был детский лепет на лужайке по сравнению с одним вот этим вот фрагментом этого сна, вот этим портретом женщины, да, который висел на стене, потому что основная заряженная энергия, она была связана вот именно с этим эпизодом, и таким образом, ну, или, например, знаете, ну, вот, помтянушку, которая пролила масло, сильно, да, ведь не первичный персонаж, а без нее бы ничего не было. Ну, то есть, вот, все, что закрутилось, да, это вот, ну, она должна была пролить масло. Или на группах такое бывает. Я люблю в этом смысле, знаете, участников таких, которые знают, что надо не беспокоить собой людей, и, может быть, кто-нибудь себя узнает в этой картинке, и которые с чем-то с ними происходит, они плакают, например, начинают, сидят, плачут и говорят группе, вы занимаетесь чем-то своим, не обращайте внимания на них. У вас же есть более важные дела, да, то есть, вот, ну, не надо сейчас, да, ну, чего вы на меня смотрите? Ну, я всегда говорю, что это очень построено по принципу, давайте попробуем 20 минут не думать о желтой обезьяне, да. Это тот же принцип. В общем-то, ну, к чему веду, что нет незначимых деталей, нет незначимых фрагментов в нашей работе, да, мы никогда не знаем, через какую ниточку, да, произойдет движение, вот это самое движение в сторону формирования, ну, завершения, вот, собственно говоря, этого кистальта, да, формирования, ну, контакта, в котором потребность может быть удовлетворена, и эта ниточка может быть очень невзрачной на первый взгляд. Поэтому этот пятый принцип, он скорее обращен к нашей такой внимательности, незацикленности. Отчасти это связано с тем, что я уже говорила, что хорошо бы, чтобы мы не соплоднялись дающейся нам в первую же очередь фигурой, ну, вот, например, такая типичная штука, да, когда, там, терапевт начинает работать, он сразу, ну, вот, выходит клиент, что-нибудь говорит, и терапевт сразу раз, цепился в это, да, и уже пытается с этим что-то делать. Вот это ловушка, потому что, заметьте, отметьте себе, да, что, в общем, вот первым появилось это, а дальше еще поисследуйте, погуляйте по этому пространству, да, который вокруг вот этого предложенного вам яблочка. Это много чего может быть интересного, и именно там может находиться тот ключик, который на самом деле для нас. Вот такие пять принципов. Я думаю, надеюсь, да, что, собственно говоря, не удалось, по всякому случаю, посвязывать их с уже такими понятиями более знакомыми для вас, которые бы вы могли, ну, через которые вы могли бы лучше понять, о чем мы говорим. Ну, и вообще, я бы в конце хотела сказать, что, знаете, теория поля — это не столько такая классическая теория, да, как мы понимаем в науке, теория. Это скорее для меня некий способ видеть, мыслить и описывать реальность. Ну, я думаю, что с теоретической частью я вот в этом месте приостановлюсь. Давайте, наверное, мы сделаем маленький перерыв. Спасибо.